335 лет назад был основан Покровск, районный центр хангаласского улуса. И 20 лет прошло с момента присвоения ему статуса города. По преданиям, на месте, где сейчас расположен Покровск, был караульный пост легендарного Тыгандархана, объединителя якутских племен. О том, как прошли юбилейные мероприятия в одном из самых старинных городов Якутии, смотрите в сюжете Виолиты Засимовой. В 1972 году произошло последнее восстание хангаласских якутов против казаков, доведенные до отчаяния непомерными поборами царских наместников, хангаласы выступили с оружием в руках. Во главе восставших стоял человек бывалый и многоповидавший немегюнский князь Дженник. После поражения восставших в Покров день войска воеводы Ивана Преклонского установили на высоком караульном мысу большой деревянный крест, названный Покровским. С тех пор прошло более трех столетий. За это время Покрос успел побывать в Ямщицкой станции, местом политической ссылки, одним из передовых промышленных центров Якутской АССР и в 1997 году ему был присвоен статус города. Одним из главных праздничных мероприятий стало открытие обновленного парка культуры и отдыха. Покровск в этом году стал получателем субсидий в размере 4 миллионов рублей в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Появилась освещенная тротуарная площадка с качелями для детей и скамейками для их родителей. Установлены малые архитектурные формы. Недалеко расположилась детская площадка. Ведется обустройство спортивной площадки. Как вам новый парк обновленный? Точно лучше старого. Раньше парк у нас был, но потом как-то вот с годами он как-то стал, ну, невостребованный что ли. Ну я, например, парк, знаешь, с 50-х годов. Тогда еще была школьницей. И мы ходили вот недалеко здесь, наверное, был. Была площадка, ходили танцевать. Вот теперь совсем другой вид, конечно. Мне очень нравится этот парк. День города – самый лучший праздник в году. Нынешний юбилейный день города был посвящен трехлетию труда в Хангаласском Умусе. На фонтанной площади прошел парад спецтехники. Были подведены итоги городского фестиваля «Славим трудом город Покровск». Состоялись различные литературные и фотоконкурсы. Традиционно работали торговые ряды, выставки, продажи. А для детей была организована квест-игра «Тайны Покровска». За что вы любите город Покровск? Это мой родной город. Здесь родились, я родился, живу, работаю. Здесь родилась моя внучка, дочка. За что я люблю город Покровск? Конечно же, в первую очередь за свою родную школу. Это же наш родной, поэтому мы просто-просто его обожаем. И мы рады, что даже в эту погоду пасмурную все люди собрались, никто не испугался дождей. Завершился юбилейный 335-й день города Покровск праздничным салютом и фейерверками, которые можно было увидеть с разных уголков города. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК САХА, Англасский УЛУС.